Откройте, пожалуйста, первое послание Иоанна. На протяжении последних нескольких недель я перечитал весь Новый Завет, но первое послание Иоанна особым образом как-то зацепило мое сердце, и я остановился на нем глубоко и провел много-много времени, много часов с ним и в нем, перечитывая его снова и снова. Я хотел бы поделиться с вами, я думал, что это будет одна проповедь сейчас, но похоже, что это будет две, наверное, поделиться несколькими вещами, которые апостол Иоанн очень глубоко и очень ясно, очень доступно доносит нам, верующим людям, помогая нам понимать Иисуса Христа глубже. Все то, что написал евангелист Иоанн, отличается от всего Нового Завета тем, что Иоанн писал примерно на 30 лет позже, чем были написаны все остальные книги. Бог дал ему такую благодать, что он пережил всех остальных апостолов. Они примерно 30 лет до того были казнены за дело Евангелия. За 30 лет многое изменилось. Вот каждый апостол, который пишет послание Нового Завета, они адресуют какие-то проблемы, которые существуют. Это был процесс формирования, процесс становления. Для меня было очень интересно узнать, что, например, послание к Колоссянам было написано всего через 9 лет после образования этой церкви. Послание к Фессалоникийцам вообще и того меньше, буквально через несколько месяцев после того, как церковь образовалась. То есть это было самое начало формирования христианства, формирования церкви. Так вот, к моменту, когда пишет апостол Иоанн, христианство уже состоялось. Церкви уже функционируют, дело Божие распространилось по всей Римской империи. Иоанн пишет сейчас с точки зрения прошедшего времени. И он адресует проблемы, которые типичны для второго, третьего, может быть, даже четвертого поколения верующих людей. И одна проблема, которую особенно Иоанн отмечает в Первом Послании, она касалась более ясного, более глубокого, более точного понимания сущности спасающей веры. Дело в том, что мы привыкаем к Евангелию. Это известно в науке, которая занимается миссиологией, возникновением церквей, распространением Евангелия, что первое поколение обычно воспринимает Евангелие очень живо. Оно буквально заставляет их сердце биться чаще. Они движимы Евангелием. Второе поколение, оно воспринимает Евангелие. Они видят этот огонь, который горит в сердце родителей, но для них он уже не так ярко горит. Третье поколение воспринимает это все как само собой разумеющееся. Они знают все термины, они могут процитировать очень много, они могут объяснить все Евангелие, но сердце их не горит, Евангелие. Известная проблема, которая не нова. Она была и тогда, во времена апостола Иоанна. И вот апостол пишет это послание. Первое послание Иоанна известно как тест на настоящее христианство. И среди вот этих точек отсчета, которыми проверяется жизнь каждого человека, есть три доминирующих. Апостол Иоанн говорит, что верующий человек обязательно любит Бога, настоящий христианин обязательно любит ближних, и он обязательно послушен Слову или ищет праведность, или живет, дорожит праведность. Вот три таких особенности. И обычно, когда читает это послание, именно с этой точки зрения смотрит на него. И это в действительности так. Здесь в действительности написано об этих качествах, которые помогают нам проверять самих себя. Но здесь, если мы посмотрим немножко глубже, апостол говорит не только об этом. Апостол посвящает это послание тому, чтобы показать, откуда берется сила для того, чтобы любить Бога, любить ближних и жаждать правильности. То есть он не только говорит, что вот эти, вот эти, вот эти люди неправильные. Он говорит о том, откуда взять вот этот источник для того, чтобы вот та церковь, в которой он был тогда, он жил в Ефесе, кстати, в то время. А Ефес стал центральной точкой распространения Евангелия на то время. Церковь в Иерусалиме была разрушена, потому что Иерусалим был разрушен. И центр евангельской активности переместился в Ефес. Это была самая мощная, самая влиятельная церковь на то время. И вот старец Иоанн, которому за 90, он пишет это послание. В этом послании мы коснемся нескольких деталей, которые я назвал ключ к настоящей свободе в Иисусе Христе. Сегодня мы коснемся первой части, и завтра, вернее, в следующее воскресенье, если Господь позволит, второй. То есть апостол пишет, чтобы помочь христианам найти путь к полноценной жизни, которая делает нас способными любить Бога, любить ближних и жить по слушанию Божьему Слову. Посмотрите, как начинается послание. Итак, первое послание Иоанна. Откройте, пожалуйста, в вашей Библии. И мы читаем первая глава, с первого стиха. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. «Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». Вот представьте себе, этот старец пишет и вспоминает, что соприкоснувшись со Христом, они получили доступ к вечной жизни. Он подчеркивает, что это было не просто эмоциональным переживанием, просто какая-то поэтическая страница в их жизни. Нет, они ощущали это, они наблюдали, они опытным путем это проверяли, они соприкасались с этой жизнью. Достаточно, что они ее получили. И теперь они возвещают эту жизнь нам. Вечная жизнь, о которой говорит здесь Иоанн, это не только то, что христиане обретут после смерти. Чаще всего, говоря о вечной жизни, мы подразумеваем то, что начнется после смерти. Нет, апостол говорит о том, что они уже соприкоснулись с ней, они уже получили эту жизнь, и они сейчас вот эту жизнь возвещают нам, тем, кто соприкасается с этой истиной. Эта жизнь начинается уже здесь, на земле. Фраза «вечная жизнь», она говорит не только о продолжительности, она говорит о качестве. Есть вот жизнь земная, жизнь обычная, а есть вечная жизнь, она качественно другая жизнь. Третий стих. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Пару аспектов в этих стихах, которые нужно отметить. Во-первых, апостол говорит, что он возвещает нам вечную жизнь, полученную им от Бога Отца через Иисуса Христа, для того, чтобы мы могли иметь общение с ними, то есть с апостолами, через то, что они написали. И через апостолов могли иметь общение с Иисусом Христом, и могли иметь общение с Богом Отцом. Речь идет о очень интересной взаимосвязи, которая характеризуется здесь словом «общение». Слово «общение» или «fellowship», оно часто используется и часто недостаточно глубоко понимается. Вот здесь это перевод греческого слова «кайнония». Это слово можно перевести как «отношение, характеризуемое общностью» или «общение, участие», или еще один лексикон говорит «это взаимосвязь», включающая в себя близкие взаимоотношения и взаимную вовлеченность. То есть, когда апостол пишет и говорит, «мы возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами», это не просто «междусобойщик». Часто, когда люди говорят об общении, они имеют в виду просто «побыть вместе» и о чем-то поговорить. Это, кстати, отдельный термин, который достоин серьезного изучения и внимания. Но мы сегодня посмотрим только на то, что речь идет о глубокой взаимосвязи, духовной взаимосвязи, которая формируется между христианами, нами, апостолами, то есть словом апостолов, через слово с Иисусом Христом и потом с самим Богом Отцом. И все это становится инструментом, который производит совершенную радость. Я попытался изобразить это вот такой схемой. Вы можете посмотреть, что Бог Отец являет свою вечную жизнь в Сыне. Сын передает эту полноценную жизнь апостолам. Апостолы передают нам для того, чтобы мы могли иметь кайнония, могли иметь общение. И вот когда вот это произойдет, когда в результате того, что эта жизнь наполнена наше сердце, и мы имеем общение с Богом, тогда возникает совершенная радость. Тогда мы получаем способность иметь эту глубокую удовлетворенность в жизни. Это очень интересная вещь. Дело в том, что полноценная радость становится результатом глубокого общения души с Богом. Для этого пришел Христос, для этого трудятся апостолы, для этого сегодня существует Церковь, для этого сегодня Дух Святой действует в наших сердцах. К великому сожалению, для многих и многих христиан это неизвестный путь или очень малоизвестный путь. Мы ищем источник радости в чем-то другом. В самых разных вещах, в людях, в взаимоотношениях с людьми, в вещах, в разных удовольствиях, в разного рода деятельности, которой мы можем заниматься, и мы можем находить оправдание всему этому, что Господь сотворил природу для того, чтобы мы могли ей наслаждаться и так далее, друзей или родственников, или семью, или детей и так далее. Но если мы потеряли вот эту картину, мы никогда не сможем иметь совершенную радость. В результате получается такая картина, печальная картина. Христиане знают Иисуса Христа, ходят за Иисусом Христом, вроде бы. Но вместо того, чтобы иметь вот эту кайнонию, которая бы вела их к личному контакту, взаимодействию с Отцом, они вместо этого бегут куда-то вот сюда, чтобы вот там где-то найти удовлетворение души. В результате жизнь многих-многих христиан превращается в сплошное противоречие. Постоянное противоречие. С одной стороны, мы верим, мы исповедуем, мы говорим об этом, что спасение во Иисусе Христе. С другой стороны, на практике, ну, нам или некогда, или мы не знаем, как это, на практике у нас очень плохо получается получается вот эта кайнония с Отцом. Вот об этом говорит апостол, и я хотел бы посмотреть. Он во всем послании об этом говорит. Но мы коснемся несколько только аспектов сегодня, если Господь позволит в следующий раз. Это истина, или центральная истина вот этого послания, она сосредоточена в четвертой главе. Я хотел бы вместе с вами начать читать с седьмого стиха этой главы. для того, чтобы прийти к шестнадцатому, семнадцатому и восемнадцатому и на них немножко подробнее остановиться. Вот как апостол начинает эту часть послания. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. Всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. В этой части послания апостол говорит о любви, и он говорит, что по-настоящему у каждого христианина есть возможность через вот эту кайнонию, когда мы имеем общение с Богом, наполняться Богом и Его настоящей любовью. И поэтому мы будем любить друг друга. Он говорит здесь о характеристиках этой любви. Он говорит, Бог есть любовь. То есть, когда Бог приходит в сердце, Он приносит себя, если не сказать, что любовь – это качество Бога. Он говорит о том, что Бог есть любовь. Это Он, это Его личность. То есть, истинное познание Бога всегда ведет к возрастанию в любви. Девятое стих. «Любовь Божия к нам открылась в том, чтобы Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него, вот ту жизнь, о которой Он говорит вначале, ибо жизнь явилась». Здесь Он говорит в контексте любви. Любовь Божия, то есть, открывая Свою жизнь нам, Он открывает Свою любовь, Он открывает ее через Иисуса Христа. И это очень глубоко. Мы посмотрим сейчас на эту истину. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». То есть, речь идет о том, что это действенная любовь, то есть, Бог действует, посылая Сына Своего. Дальше, это безусловная любовь. Она рождена в сердце Бога, и она не зависит от нас, от того, что мы такие хорошие, и что нас тут просто нельзя не любить. Нет, это Он, не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас. То есть, это особая Его божественная любовь, которая движется. Двенадцатый стих. «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителя миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге». То есть, в результате нашего соединения со Христом, а это происходит по вере, то есть, когда мы доверяемся Христу, мы соединяемся с Ним, неразрывный союз, «Бог действует в нашем сердце». И апостол представляет нам, каким образом это действие происходит в шестнадцатом стихе. Посмотрите. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». «Бог есть любовь». Второй раз повторяет эту фразу. «Прибывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Апостол говорит, наполнение Божьей жизнью, которую принес Христос на землю, происходит пропорционально нашему познанию Божьей любви и нашему доверию ей. Сегодня мы посмотрим на первую часть, на познание Божьей любви, как мы познаем Божью любовь. И завтра, вернее, в следующее воскресенье, если Господь позволит, посмотрим на то, как мы ей верим, уверовали в нее, как мы доверяем этой Божьей любви на практике, как это влияет на нас. Еще раз посмотрим 16 стих. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог». Слово «познали» имеет практическое значение. Есть в греческом языке много разных слов, которые переводятся как «знать» или «познавать». Есть академическое знание, есть поверхностное знание. Здесь слово «геноска» переводится как «познать», познакомиться с чем-то в смысле разумного понимания. Узнать в смысле постичь что-то посредством органов чувств. Евреи использовали это слово для описания сексуальных отношений между мужчиной и женщиной. «Познал Адам Еву». То есть это глубокое личностное знание. В этом получить уверенность, в смысле уверенность, полученная посредством опыта. То есть это, когда он говорит, и мы познали любовь, это не просто мы услышали семинар на тему, как Бог нас любит. Речь идет о experiential knowledge, о практическом опытном знании, которое мы получили. Что это такое? Что это за знание? Как оно выражается на практике? Бог в действительности выражает свою любовь в самых разных формах. Я перечислю несколько из них. Бог сотворил нас удивительным образом, и это проявление Божьей любви. Сотворил нас способными думать, способными выражать мысли, способность творить, способность делать что-то полезное. Иметь общение с другими людьми, радоваться, наслаждаться, слышать Бога, понимать Бога, взаимодействовать с Богом. Это огромное проявление Божьей любви. Кроме того, Бог сотворил прекрасный мир для нас. Мир, в котором много красивого, много приятного. Мир, где есть звуки и музыка. Мир, где есть краска и красота. Мир, в котором есть воздух, в котором мы дышим, пища, которой мы наслаждаемся. Этот список можно перечислять. Прекрасный мир. Удивительно сложный мир. Но прекрасный. Более того, Бог обеспечивает нас всем необходимым. Он посылает солнце над злыми и добрыми. Дождь посылает. Он делает землю, способной производить. Он делает, способным ваше сердце биться. Он ваши легкие поддерживает, чтобы они могли перерабатывать кислород и так далее. То есть, он продолжает активно поддерживать. Это все его любовь. Более того, Бог послал Сына, чтобы решить проблему наших грехов. Бог возродил нас свыше, сделал нас частью своей церкви. Этот список можно продолжать очень долго, долго и долго. Но в этом месте апостол говорит о другом, особом уровне проявления Божьей любви. Он говорит о той любви, которая в особой степени касается спасенных Христом людей. И вот только спасенные по-настоящему могут познавать эту любовь. Вот познавать эксперименшалы, познавать на опыте. Неверующий человек, он может видеть дождь, он может видеть солнце, он может благодарить Бога за красоту. Он должен бы это делать. Он должен видеть Бога в этом. Но неверующий человек никогда не сможет ощутить то, что имеют те, кто единение со Христом получили. Пятая глава этого же послания, 12 стих апостол пишет, «Имеющий сына имеет жизнь». Не имеющий сына не имеет жизни. Сия написал я вам, верующим во имя Сына Божия, чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божий, имеете жизнь вечную. Спасение – это не штучка, которую вот у меня есть вот эта указка. Вот я ее могу взять и отдать Коле. Коля хороший человек, можно ему подарить такую штучку. Некоторые представляют себе так, что вот спасение есть у Христа, и Христос берет и отдает нам. Ну, у него много таких спасений, он каждому по спасению. Не так. Библия говорит не так. Библия говорит о том, что спасение – это качество самого Христа. для того, чтобы им обладать, нужно быть во Христе. Посмотрите еще раз. Имеющий сына имеет жизнь. Не имеющий сына не имеет жизни. То есть это касается только тех, кто верой по-настоящему соединился с Иисусом Христом. Это очень важная деталь, которую мы часто склонны упускать. Мы где-то воспринимаем спасение просто как прощение грехов, как то, что мы будем иметь вечность с Богом, а не в аду. Это как что-то где-то происходящее. Нет, это что-то происходящее в тебе, во мне. Вот почему, друзья, хлеб и вино. Вот когда мы вкушаем хлеб, мы свидетельствуем то, что мы восприняли Иисуса Христа в самого себя. Это символ пересечения, абсолютного взаимопроникновения. То есть он говорит, имеющий сына Божьего, имеет жизнь. Не имеющий сына Божьего, не имеет жизнь. Вот как пишет об этом апостол Павел, посланник Ефесянам. Посмотрите, он продолжает на этой же самой мысли. Он в одной из своих молитв говорит следующее. Третья глава, 16 стих. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Дальше говорит, «Верою вселиться Христу в сердца ваши». И дальше очень интересная вещь. Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христу. Заметьте, та же самая мысль. Мы познали любовь. Оказывается, у нас есть потребность, необходимость познавать Божью любовь, которая явлена в Сыне, который живет в нас, с которым мы соединились в момент спасения. Иначе спасение невозможно. Девятый стих, 4 главы 1 Иоанна, посмотрите, он говорит, что выражение Божьей любви достигло максимального уровня в явлении Сына. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Любовь Бога Отца к Сыну – это наивысшая любовь, которая возможна во Вселенной. Несколько вещей, которые я хотел бы отметить в связи с этим. Первое – это величие Божьей любви к Сыну. Когда евангелисты описывают нам жизнь Иисуса Христа, они упоминают несколько ситуаций, всего несколько ситуаций, когда Бог Отец Сам лично, аудиблый, то есть акустическим звуком, обращается с небес к людям, живущим на земле. И очень интересно, каждый раз, когда Он делает это, Он говорит о своей любви к Сыну. Чаще всего, когда люди говорят о любви, то это где-то уединенная романтическая обстановка, мужчина говорит женщине, женщина говорит мужчине, I love you. Ну, или сын говорит маме, или мама говорит сыну. А здесь, представьте себе, Иисус принимает крещение, Он выходит из воды, и здесь торжественная обстановка, а голубь сходит, помните, Дух Святой в виде голубя сходит, и вот здесь присутствие всего честного народа. Голос с неба. Слушайте, 3 глава Евангелия от Матфея. Крестившись, то час Иисус вышел из воды, и вот отверзло с небеса, и увидел Иоанн, Духа Божия, который сходил как голубь, и не спускался на Него. И все глаз с небес глаголющий, сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Мы привыкаем к этому религиозному языку, и нам кажется, что здесь не так много чего-то, но я привел здесь еще пару переводов, для того, чтобы увидеть, немножко оживить этот текст. Посмотрите, Нед Байбл говорит, «This is my one dear son, in him I take great delight». Похоже на это, современный русский перевод мы читаем, и голос с неба сказал, «Это мой любимый сын, в нем моя отрада». Слово возлюбленный или любимый – это слово Агапы. И понятно, когда мы слышим слово Агапы, мы всегда слышим, что это commitment, это посвящение. Любовь Агапы – это любовь неповерхностная, базирующаяся на чувствах, это любовь, которая исходит из глубокого решения. И думая так, мы часто думаем, что любовь Бога к сыну – это такая стоическая любовь, которая… Вот, ну, я сказал тебе однажды, что я тебя люблю. Или ты так знаешь. Нет, Отец с небес, когда сын выходит на служение, считает важным, чтобы все люди услышали, я его люблю. И не просто. Он говорит, он источник моей радости, моя отрада. Это же самое мы наблюдаем… Кстати, я сказал уже, это очень редкий случай, когда сам Бог говорит. Обычно он через ангелов говорит. Это сам Бог говорит. Он говорит ко всему народу. Второй раз мы видим такую же ситуацию, когда на горе преображения остаются три ученика, самые близкие ученики, на которых через какой короткий промежуток времени будет лежать ответственность за то, чтобы заложить фундамент церкви. И к ним тоже Бог, обращаясь, говорит те же самые слова. Матфея 17 глава, 5 стих. Когда он еще говорил, вот облако светлое осенило их, и вот глаз из облака глаголющий, сей ес, сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. То есть в обоих случаях отец восхищается сыном. Все, что он делает или продолжает делать во вселенной, продиктовано Божьей любовью к сыну. Он создал вселенную из любви к сыну, чтобы посредством ее прославить сына. Он для этого послал сына на землю. Именно для этого он допускает, позволяет сыну пройти через все, абсолютно через все, через что сыну пришлось пройти на земле. И сын это хорошо понимал. Он жил глубоким пониманием великой любви к отцу, вернее отца к нему. Он знал о ней, он помнил о ней, он думал о ней. Вот почему он регулярно уходил на гору молиться. Для него это не было так. Нужно показать пример ученикам, что нужно молиться. Поэтому я регулярно, каждый вечер, несмотря на то, что я устал, пойду и буду молиться. Он бежал туда. Знаете почему? Он был похож на человека, на влюбленного, который ищет возможность уединиться, чтобы посмотреть на фотографию своей возлюбленной, потому что она его любит. Ему приятно от этого. Он хочет еще раз пережить свою любовь. Вернее, ее любовь к нему. Вот это то, что делал Иисус. Он бежал в общение, он вот эту кайнонею снова и снова переживал. Почему? Потому что он здесь на земле, и здесь трудно, и здесь его не понимают, и здесь на него клевещут, и здесь его хотят распять. А есть тот, кто его любит. Есть тот, кто им восхищается. Есть тот, кто cheering him up there. Это очень ясно видно в первосвященнической молитве. Когда Иисус молится Отцу, посмотри, как Он уверен в том, что все, что Отец делает, чтобы Его прославить. Посмотрите, первые стихи, 17 глава. После этих слов Иисус возвел Отче Свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прославь Сына Своего, да и Сын Твой прославит Тебя». То есть Он абсолютно уверен, Он говорит, пришел час вот этой славы. Почему Он уверен? Потому что Он знал, что Отец ищет Его славу. «Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную, и сияясь вечная жизнь, да знаю Тебя единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Четвертый стих. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, и ныне прославь Меня, Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». В конце этой молитвы, 24 стих, Иисус выражает еще раз уверенность в этой славе. «Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне». И дальше Он уверен, потому что Ты Меня возлюбил. Ты Меня возлюбил. И Иисус живет этим. Отец с нетерпением ожидал возвращения Сына на небесах. Мы чаще всего думаем о том, что когда Христос возвращался на небеса, то ангелы, херувимы многочисленные Его приветствовали. Это точно. Но больше всех, быстрее всех Его ожидал Отец, который Его любит больше всего. Так вот, познание Божьей любви неразрывно связано с познанием Его любви к Сыну. Это наивысшая форма выражения Божьей любви. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. Это первая часть познания. Давайте посмотрим на вторую, не менее важную. Дело в том, что со временем нашего соединения с Иисусом Христом, в момент рождения свыше, любовь, которую Бог Отец любит Сына, распространяется на нас. Мы немножко посмотрим на величие Божьей любви к нам. Давайте посмотрим пятая глава еще раз 1 Иоанна 11-12 стихи. Свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и эта жизнь в Сыне Его, имеющий Сына Божьи, имеет жизнь. То есть для того, чтобы иметь спасение, для того, чтобы иметь жизнь, нужно иметь Сына. Вечная жизнь неотделима от Сына. В другом месте Иоанн пишет, передавая слова Иисуса Христа в разговоре с Никодимом, Иоанна 3-3, Иисус сказал ему в ответ, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Апостол Павел пишет об этом, что только во Христе все спасение, искупление во Христе, Ефесянам 1-7, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Ефесянам 1-13 написано, «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествования вашего спасения и уверовав запечатленный Святым Духом». То есть Дух Святой только в нем действует. Полнота жизни в нем, колосянам 2-9, ибо в нем обитает вся полнота Божества телесной, и вы имеете полноту в нем. Это очень важная истина, которая помогает нам понимать сущность спасения. Так вот, в момент спасения мы погружаемся в Иисуса Христа, чтобы вечно находиться в нем. Давайте еще раз вернемся к первосвященнической молитве. Иоанна 17, глава 20, стих. Иисус говорит об этом. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, так и Я в Тебе, да будут в нас едино». То есть Иисус говорит о сущности спасения, что будет происходить с верующими, они будут едины с Иисусом Христом. И Бог ответил на эту молитву. Смотрите, 1 Иоанна 3, глава 1, стих. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть кем? Детьми Божьими». В нем, в Иисусе Христе. То есть в Иисусе Христе мы стали полноценными Божьими детьми. И это ведет нас к потрясающей истине, которая является центральным аргументом или идеей апостола здесь. Посмотрите, благодаря нашему единству со Христом, которое становится реальностью в момент спасения, Бог любит нас, Бог любит тебя, дорогой друг, если ты спасен, точно так же, как Он любит единородного Сына. И об этом апостол говорит. И мы познали любовь. Иисус прямо об этом говорил в той же молитве. Посмотрите, Иоанна 17, 23. «Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты познал Меня, и возлюбил их как?» «Как возлюбил Меня». Да, Чистостик, он продолжает эту мысль. «Я открыл имя Твое, им имя Твое я открою, да любовь, которую ты возлюбил Меня, в них будет, и я в них». То есть, так как Христос в нас, то Бог любит нас точно так, как Он любит своего единородного Сына. Давайте вспомним, как Отец любит Сына. Мы только что говорили об этом. Посмотрите. «Се есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. This is my one dear Son, in Him I take great delight. Это Мой любимый Сын, в Нем Моя отрада». Друзья, если вы Сын или Дочь Божия через Иисуса Христа, эти слова относятся к вам сегодня. И в этом главное богатство того, чтобы быть спасенным. Это дверь к любви, которую Бог имеет только к Своему единородному Сыну и к тем, кто в Сыне. Мы не привыкли так думать о себе. Видя свои несовершенства, соприкасаясь со своими какими-то провалами, ощущая осуждение и критику со стороны людей вокруг, отвержение людей, мы чаще всего живем с постоянным комплексом неполноценности. Мы допускаем, что Христос милостив. Мы допускаем, что Христос, Бог помилует нас, потому что мы... Ну, чтобы Он восхищался нами, но это уж слишком. Не-не-не, я как-то так уже... Я такой слабый. Я ж сегодня там не дотянул, здесь сегодня не дотянул, а там мне напомнили о том, что я не дотянул, а там я и сам вижу, мне самому стыдно. В результате христианская жизнь, она превращается вот в этот постоянный ком таких внутренних напряжений, внутреннего неудовлетворения. Все это происходит по причине недостаточного понимания природы спасения и того, что произошло в результате этой природы, в результате этого спасения. Посланник Евреям, 10 глава, 14 стих, мы читаем, «Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». То есть святой и праведный Бог, перед которыми святые херувимы закрывают лица, не может принять ничего несовершенного, поэтому, принимая нас, принимая каждую спасенную Христом душу, Бог принимает нас совершенными в Нем. Наше несовершенство покрыто Христом, наши слабости компенсированы им, наши грехи и провалы искуплены Его кровью. Более того, Он не только принимает нас, Он любит сотрудничать с нами. Он именно для этого нас искупил. Он радуется нашему сотрудничеству с Ним, когда Он действует в нас и через нас. И, друзья, дорогие, точно так, как сам Бог встречал Своего Сына во время Вознесения, точно так, самым первым, кто будет встречать вас, как спасенную душу, когда вы придете вот туда, на небеса, будет сам Бог, который будет радоваться. в этом смыслу Божьей любви. Речь идет обо мне и о вас, если вы христианин или христианка, вы стали Божьим сотрудником, вы стали участниками Его дела, и это сотрудничество радует Его, и оно вливается в общую симфонию небес, наполняя небеса нескончаемой славой. Вот почему мы имеем дерзновение приходить к Нему. Посмотрите, мы продолжим 16 и 17 стих, «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение. То есть, чем больше человек погружается в осознание этой любви, которой Бог возлюбил Сына, и которой Он любит нас, тем больше уверенности, тем больше дерзновения. Мы в следующий раз, если Господь позволит, поговорим о второй части, как доверять этой любви на практике, и как это будет действовать в нашей жизни. Интересно, здесь написано, 17 стих, я еще раз хочу немножечко сделать уточнение. Здесь написано, «Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире к этому, как Он». Здесь нужно немножко уточнить, потому что в оригинале, я проверил, кстати, все доступные для меня оригинальные тексты. Есть восточные тексты, есть западные тексты, которые иногда мы можем проследить разницу. Здесь во всех, в византийских текстах, и в западных текстах везде говорится одно. Я не знаю, откуда взялось в синодальном переводе, это скорее всего от мышления православных переводчиков, которые это делали. Посмотрите, как звучит в действительности последняя фраза в оригинале. «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем день суда, и в синодальном сказано, потому что мы поступаем, как поступает Он, а так как мы иногда не поступаем, как Он поступает, и часто не поступаем, так как Он поступает, то и дезновения у нас нет». В действительности ничего подобного. Посмотрите, мы имеем дезновение в день суда, потому что Он, так как и мы, находится в этом мире. Я привел здесь греческие слова, для вас это, скорее всего, мало что значит, но я привел это для того, чтобы проследить просто слово за словом. Вот это очень точно переведено вот здесь, вы можете посмотреть, «because as He is so also we are in this world». Что это значит? Почему у нас есть дезновение? У нас есть дезновение, потому что сам Бог в образе Иисуса Христа жил в этом же мире, в котором мы живем. Он знает этот мир. Вот почему мы читаем послание к евреям о том, что Бог, который возлюбил нас, послал Сына Своего. Он сделал это еще и для того, чтобы Сын мог иметь практическое знание жизни на земле. Это усиливает нашу уверенность. Смотрите, Евреям 4,14. «Я так, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому да приступаем с дерзновением». Вот откуда дерзновение. Это очень важное обстоятельство в жизни, спасенных Христом людей. Автор призывает, будем твердо держаться этого исповедания, но заключается в том, что в Иисусе Христе Бог любит нас, и более того, Он понимает нас так, как никто не способен понимать. Мы часто зависим от людей, ожидая их понимания и принятия. Это ложные ожидания, потому что никто из людей в действительности не способен понять другого человека полностью. Каждый из нас это сложнейшее переплетение генов, воспитания, сложившихся комплексов, образа мышления, чувств, грехов, добродетелей, недостатков, достоинств, реакций, эмоций и так далее. Здесь даже если человек очень сильно захочет понять, даже если он будет очень большим специалистом, все равно до конца не докопается. Но есть тот, кто знает, помните, до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышление и намерение. вот есть тот есть. Вот это тот ходатайствует о нас сегодня. В чем заключается это исповедание? Несколько вещей перед тем, как мы помолимся. Во-первых, в Иисусе Христе Бог сделал вас совершенными и принял вас как единородного сына. Это то, что мы празднуем сегодня, когда мы совершаем вечерю Господнюю. Мы празднуем свое единение, union with Christ, единение со Христом. Во Иисусе Христе Бог любит вас, как Он любит своего единородного сына. Во Иисусе Христе Бог понимает вас в совершенстве, зная ваше сердце. Во Иисусе Христе Бог покрывает и компенсирует ваши недостатки, работая над тем, чтобы помочь вам преодолевать их. Во Иисусе Христе Бог ведет вас по земному пути в реальном времени, с нетерпением ожидая встречи с вами. Я хочу подчеркнуть, друзья, одну фразу, которая повторяется в каждом из этих пунктов. Во Иисусе Христе. Если вы еще не во Иисусе Христе, сегодня возможность соединиться с Ним верой. Вот это огромное богатство, оно принадлежит тем, кто доверил свою жизнь Иисусу Христу. Недостаточно просто признать, что Иисус Христос существует. Недостаточно просто сказать, что я не отвергаю Его. Есть огромное количество людей, которые рядом со Христом ходили и, конечно же, не отвергали, они Его видели. Но они не соединились с Ним верой. И поэтому они не получили всего того, что мы имеем в Иисусе Христе. Я хочу закончить проповедь божьими словами, сказанными через пророка Иеремия. Кстати, их очень много пророков. Мы, если Господь позволит, в следующий раз коснемся некоторых из этих текстов. 32 глава, 41 стих. Речь идет об описании. Это раздел где описывается Новый Завет. И там, среди прочего, мы читаем следующие слова. «И буду радоваться о них». Бог говорит о людях Нового Завета. «И буду радоваться о них, благотворяя им. Насажу их на земле этой твердо от всего сердца моего и от всей души моей». Вот что значит Божьей любовь. В следующий раз, если Господь позволит, мы поговорим о практическом действии Божьей любви, когда мы ей доверяем. И я хочу показать еще одну схемку для того, чтобы мы могли иметь представление, о чем будет идти речь, каким образом все вот это делает нас способными любить Бога, любить ближнего и быть послушными Его Слово. Но это в следующий раз, а сейчас мы преклоним наши колени. Я хочу попросить вас, возьмите время сейчас и попробуйте осознать Божью любовь к вам. Сознайте ваше единение с Сыном. Подумайте о великой Божьей любви к Его Сыну и поблагодарите Бога за то, что этой же любовью Он любит вас и сейчас. Помните об этой любви, наслаждайтесь ею и живите ей. Преклоним колени. Господи Божий наш, мы сегодня собрались в это место для того, чтобы праздновать Твою любовь, явную в Сыне. Эта любовь не просто подвиг, который совершен 2000 лет тому назад, эта любовь, она сегодня в наших сердцах. Она поселилась в нас, когда мы однажды довели свою жизнь Тебе и Ты соединил нас с Сыном. Господи, благодарим Тебя за эту огромную, немыслимую по-человечески привилегию. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты взял нас абсолютно не заслуживающих ничего, кроме ада и поднял и поднял нас на такую высоту, о которой нам даже трудно подумать, и мы боимся об этом подумать. И для нас неестественно так думать. Но сегодня, Господи, мы хотим раздать Тебе славу за эту любовь, за эту высоту. Я прошу Тебя, Господи, помоги каждому из нас понимать это глубже. Помоги каждому из нас ценить эту любовь, наслаждаться ее, иметь уверенность в ней. Помоги, Господи, чтобы эта любовь, она действовала в нас, изменяя нашу жизнь, чтобы она влияла на наше мышление, чтобы она изменяла наши отношения к Тебе, к Слову, к людям вокруг нас. Господи, благослови нас в этом. И сейчас, когда мы будем участвовать в вечере, когда мы будем прикасаться к хлебу, когда мы будем принимать вино, провозглашая наше единение с Тобой, Господи, помоги, чтобы это было праздником для каждой души участвующей. Благослови нас во имя Иисуса Христа. Просим Тебя об этом. Аминь.